Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но память о нем жива в сердцах людей, она живет и в его замечательных стихах. Вы знаете, известный русский поэт и переводчик Арсений Тарковский говорил, Косин Кулиев – поэт маленького народа, но вышедший на общечеловеческое поприще. Косин Кулиев в своей поэзии говорит о ты виде своего народа, но он поэт мира. Это абсолютно справедливые слова, потому что, наверное, любой человек, где бы он ни проживал на этой планете, он всегда в стихах Косина Кулиева найдет что-то созвучное его душе. И прежде всего, конечно, это безграничная любовь к родному краю, к своему народу. Это необыкновенное, трепетное отношение к женщине, матери. Это, конечно же, любовь, боль и забота о детях. Я являюсь поклонницей поэзии Косина Кулиева. Знаете, многие строки из его стихотворений стали уже крылатыми выражениями, афоризмами. Ну, такие, как «Легко любить все человечество», «Соседа полюбить сумей», «Пусть никогда не умирают дети», «Смотри на мир добрыми глазами». Я немножечко сейчас перефразирую, но такое есть. И, конечно, мир и радость вам живущие. Это не просто сложенные удачные слова. Это, конечно, мироощущение величайшего поэта. Конечно, известно, что не всегда в реальной жизни таланты и личность совпадают. А вот здесь Косина Кулиева не только природа одарила богатейшим поэтическим даром, но и талантом личности. Вот вся его жизнь, его честнейшее служение своему народу, литературе, она, конечно, позволила сохранить и вот эту благодарную память потоков. И это будет продолжаться вечно. А вот его крылатые слова, которые можно уже расценивать, как, наверное, философское посвящение всем потокам. И в дни, когда меня уже не будет, я не желаю, чтобы свет погас. Я снова повторю, живите, люди, и будьте лучше и счастливей нас. Спасибо, Татьяна Борисовна. Я хочу с удовольствием предоставить слово председателю Союза писателей Кабардино-Балкарской республики Муталибу Бекбаеву. Уважаемые друзья, сегодня особый день, особый день и печали, и гордости, что Кайсен Шуаевич Куриев был сыном этой земли, этой высокой земли. Он сделал очень многое, чтобы о Кавказе, о Балкарии, о балканском народе, о Кавказе, о России, везде еще говорили по-доброму, по-чуткому, по-особому. И я бы хотел такой день, как раз, по-моему, как-то соответствует этому, прочесть мой один перевод Кайсена Куриева на русский язык. Забуду весь промежный ад Гагин. На ранней тракте возлежа один, тревог своих забуду череду, забуду весь промежный ад Гагин, на теле раны все на нет сведу. Не пожалеет мягкостью пленя, трава не пожалеет аромат, она хранит и тайны про меня, бесхитростно добра почти как мать. Как благодарны все мои слова, за то, что ты всю боль смогла принять, как благодарен мягкая трава, что суждено тебе в полмахнять. Хвала тебе, кто власть им удержать, твой рост так быстро, так славен сил потом. Уйду, а жизнь ты будешь продолжать. Волок и жизни камер не стану. Спасибо. Спасибо, Муталиб. Хочу пригласить к этому микрофону главу рода Кулиевых, Малика Кулиева. Всем здравствуйте, кого не видят. Мне очень приятно, что Хайсына не забывают. И я, как глава рода, очень трепетно отношусь к своему роду, особенно к Хайсыну. И когда вот я вижу здесь много людей, мне очень радостно. Спасибо всем. Огромное спасибо от рода Кулиева. Выражаю вам истинную благодарность. Дорогие друзья, сегодня данное мероприятие продолжается и в Чигемском районе, родине Кайсына Кулиева. И хочу сейчас предоставить слово Хазаншу Адижеву главе местного самоуправления. Спасибо вам, Гадин. Я небольшой оратор, поэтому набросочку сделал с вашего позволения. Почту. Уважаемые друзья, родные и близкие, почитатели и таланты народного поэта КБР Кайсына Жубавича Кулиева. Сегодня исполняется 36 детства дня смерти великого поэта и славного сына Кабардино-Балкарии Кайсына Жубавича Кулиева. Он был гордостью Кавказа, поэтому глобального масштаба его душа была открыта всему миру. Всей своей жизнью и честным служением народу и литературе он заслужил благодарную память потомкам. В своем поэтическом диалоге с людьми Кайсын Жубавич призывал жить законами правды и добра. Вел доверительный разговор со своими читателями о том, чему и сам поклонялся всю жизнь. Его поэзия – это символ мужества, стойкости, благородства и преданности своей земле. Кайсын Жубавич прошел много испытаний вместе со своим народом и спил горку и чашу изгнания. Интернационалист Гудеев был певцом братского единения народа всем сердцем любимой им Габардино-Болгарии. Тому свидетельствует его дружба с создающимся сыном габардинского народа поэтом Алимом Кишоговым, скриптенной фронтовой дружбой. Творчество Кайсына Гудеева – это вершина болгарской поэзии, тонкий лирик, непревзойденный мастер стихов. Он оставил множество строк достойных восхищения. Уважаемые друзья, ежегодно в День памяти Гастена Гудеева почитатели его творчества собираются в его родовом гнезде, доме, музее. Мы гордимся тем, что у нас в Чигеме жил и творил такой великий поэт. Он любил жизнь, любил людей, и люди его уважали. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Уважаемые товарищи, в Чигеме сегодня готовится проект, уже почти готов. Глава администрации Юрий Горобевич Борсов этим занимается близко. Весь район знает. Я хотел, чтобы вы знали, что скоро мы откроем памятник двум нашим поэтам, чигемским близким друзьям, фронтовикам в центре Чигемского района в городе Чигеме. Я думаю, это будет справедливо. И мы это обязаны сделать этим двум. Такое уважение и почет. А сейчас я хотел бы вас пригласить, пока у вас есть время, мы поедем в Чигем и на возложение у памятника. Кайсына Шуваевича Акулиева. Я думаю, что лучшим сопровождением данного мероприятия может быть только его голос и его стихи. «Мир и радость вам живущим. Мир и радость вам живущим. Мир и радость вам живущим. Мир и радость вам живущим. Смерть и радость вам живущим. Смерть и радость вам живущим. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует...